Перспективы по ТОСам, их опыт очень интересный, но я позволил себе взять слово, если вы слышали, и сказать, первый опыт ТОСов был в Архангельской области, это еще были конец 80-х годов. Тогда активно были гранты за рубежа, Норвегия, Швеция, так называемые страны, Баренц региона, очень активно помогали нам в это формирование этих ТОСов. В это время я работал первым замом губернатора Архангельской области. На сегодняшний день тоже успешно они развиваются, в основном это сельские территории, и потом уже в город перешло, их более 800. Поэтому опыт Тулеонской области, это прекрасный опыт. Я вот в шутку и всерьез задал такой серьезный вопрос, а могут ли ТОСы в дальнейшем заменить органы местного самоуправления? Хотя я 8 лет, мэр города Архангельской, поэтому считаю, что ТОСы это, конечно, шикарный механизм вовлечения людей в общественное самоуправление, и они своими руками делают, благоустраивают территорию, строят детские сады и так далее. Этот спектр очень большой, и мы, как мы знаем, если люди сделают это своими руками, это никогда не разрушит, не будет ломаться, будет поддерживаться в прекрасном состоянии. Поэтому для местного самоуправления это прекрасный механизм, это просто панацея решения разных вопросов, вопросов благоустройства и так далее, и так далее. Поэтому это активно нужно развивать, это первое. Второе, ТОСы, это, конечно, формирование гражданского общества. Сегодня на комитете об этом звучало, а это очень важно для Российской Федерации в вовлечении людей. И третий момент, который бы отметил, это, вот мы говорим, что сейчас вот какая-то произошла разрыв между властями разных уровней, да, об этом президент Российской Федерации говорит, что нас с народом разговаривает. Поэтому вот третье, это вот как раз связь власти различных уровней с людьми, с населением и так далее. Поэтому опыт Ульяновской области замечательный, как и Архангельской, надо его развивать. Продолжение следует...